Друзья, судя по всему, у нас на канале случился наплыв очередных новых зрителей, новых подписчиков, судя по вашим вопросам. И сегодня я сделаю еще один обзор, потому что я уже делал года два назад, на нашу поилку. Поилочка у нас вот такая вот сифонная, 30 литров. Фирма называется Novitel. Novitel 30 литров сифонная поилка. Это примерно вот так нужно набивать в поисковике, если вы собираетесь ее найти. Ссылки там на сайты, на какие-то продающие их я давать не буду. Это не реклама, я просто вам делаю такой небольшой обзорчик. Вот она у нас состоит из таких двух частей, да, видимых. Это сам резервуар вот такой белый и красная подставка. Это все разъединяется, то есть можно вот так вот это все разобрать. Отдельно будет резервуар, отдельно подставка, и еще у подставки отделяются вот эти ножки. Ну, я их не буду отстегивать, мы их как пристегнули несколько лет назад, так она у нас вот в собранном виде и гуляет. Вот, то есть ее полностью можно разобрать, помыть, обслужить, там убрать куда-то в разобранном виде. Пришла она в такой прямоугольной коробочке к нам, я ее собрал самостоятельно там за каких-то две минуты, и все, с тех пор она у нас служит. Скажу более, у нас эта поилка не одна, у нас их две штуки. Одна у нас служит уже, наверное, лет восемь или девять, и вот эта помоложе ей, наверное, лет пять или шесть, то есть мы почти следом закупили вторую такую поилку, оценив все ее достоинства. Достоинства ее каковы? Во-первых, объем 30 литров, если у вас явно там больше десяти-пятнадцати птиц и вам нужно, или вам нужно целую неделю там куда-то отлучаться, и чтобы у вашего небольшого количества птиц и был запас воды, то это однозначно ваш выбор. Наливаем 30 литров воды, и этого птицы хватает надолго. Вот, например, наши 33 индюшонка хайбрида полутора месячных, они пьют ее примерно полтора суток, то есть я не забочусь о наличии воды примерно полтора суток, потом доливаю, и они у меня снова пьют. Это вот первое преимущество, ее объем. Второе, это качественный материал. Сколько чего там с ней только не случалось, она у нас живая. То есть, ну, естественно, мы к ней не пинаем, там не кидаем ее, мы относимся к ней аккуратно. В морозы мы ее не эксплуатируем, потому что, во-первых, это бессмысленно, вода замерзает, и во-вторых, пластик все-таки на морозе становится хрупким, поэтому мы ее бережем, в мороз не эксплуатируем. Вот у нас с той поилкой с предыдущей был печальный опыт, мы забыли ее на морозе разок, прихватила зимой, не зимой, вернее заморозок случился по осени, и у нее вот эту трубочку прихватила немножко, и теперь у нее клапан маленько как бы сифонит, пропускает воду. У этого он держит хорошо, то есть мы этот опыт наш негативный уже учли, вот такой вот здесь клапан в такой форме выполнен, там есть круглое отверстие, которое он закрывает и открывает. Когда нам нужно налить, мы его закрываем, сейчас я кстати продемонстрирую. Здесь имеется такая плотная пробочка с резиновой прокладкой, за счет чего внутри поилки создается вакуум, и вода у нас не выливается самотеком, а она заполняет только чашу и держится на определенном уровне. Сейчас я ее заправлю. Заливать можно с помощью шланга, либо вот так вот с помощью лейки. Сейчас я налью, литров 10 на треть объема ее заполнил. Да, вот видите, клапан держит, какие-то капелюшечки капают, но 10-литровая лейка за то время, когда вы наливаете, вылиться через это отверстие не сможет. Все, я закрутил верхнюю пробку плотно, и теперь открываю клапан. Поворачиваю, все, отверстие открыто, пошла поступать вода. Через край она не польется, то есть на определенном уровне она у нас остановится, где-то не доходя немножко до краешкой чаши, и все на этом. То есть вот по такому принципу она работает. Какие у нее еще преимущества? Помимо того, что добротный материал, большой объем, она еще у нас как бы приподнята над землей, сантиметров на 10-12 она приподнята, и это большой плюс, потому что кто поил птицу из всяких тазиков, корыт, каких-то там подручных тарелок, мисок, знает, что первая птица может ее перевернуть, наступив. Она может, купаясь там, копаясь, куры вот это любят очень, грешат, вот, доливают воду, кстати, вот такими звуками смешными. Куры могут туда накидать, накопать грязи, пока купается, и будет у вас такая грязная мутная жижа, которую ваша птица будет пить. Здесь такое исключено, потому что она приподнята над землей, вот, туда невозможно наступить. Это, кстати, особо касается водоплавающей всякой птицы, которые помимо того, что пьют, они еще любят забраться в это корыто или тазик, мы уже держали, был у нас такой опыт, и начать там принимать ванны, джакузи, то есть, соответственно, туда же испражняться, и, в общем, вода быстро превращается в мутную жижу. Здесь такого не происходит. Водичка всегда будет чистая, красивая, прозрачная. И вот по мере выпивания птицей воды, сейчас я санитирую, вот точно также будет поступать, поступать водичка туда, пока она полностью не опустеет. Как-то так. Фронт такой довольно приличный, вот десяток кур примерно одновременно могут пить отсюда. Десяток, 10-12 кур могут пить или несколько таких не крупных индюшат. Либо они делают это просто-напросто по очереди. Ну, их же совсем много индюков, индюшат бывает, как у нас, например. Мы по этому поводу приобрели вторую поилку, то есть, ставили две в разных концах вольера, и они у нас прекрасно из них пили. Вот. То есть, мы крайне довольны этой поилочкой. Всем рекомендуем. Единственный у нее минус, это ее цена, это ее стоимость. Когда-то, давным-давно, лет вот сколько я сказал, 8 или 9 назад, мы ее приобретали за 2700 рублей. Это был, наверное, 2011 год. Сейчас чего-то она там чуть ли не 4, а на некоторых сайтах 4 с лишним тысячи стоит. Но, если бы случилось, вот, купить нам снова такую поилку, вдруг такая нужда возникла, то, в принципе, мы бы не пожалели этих 4000 и купили бы однозначно, потому что, ну, поилка реально классная, продуманная. Нам она очень нравится. Поэтому не зря мы купили вторую, поэксплуатировав вот эту первую. То есть, и кто брал эти поилки по нашим рекомендациям, они все очень довольны. Вот. Так что, контора Navitel, да, итальянская, она мне теперь должна денег за рекламу этих поилок. Вот. Шутка, конечно. В общем, надеюсь, полезно было, интересно. Смотрите, думайте сами, как говорится, решайте сами, брать или не брать. Но мы свой выбор сделали. Однозначно, поилка классная. Брать ее стоит и служить она и радовать вас будет очень долго. Так, сейчас мы посмотрим в деле эту поилочку. Они как раз у меня тут все пересохли, уже ждут, не дождутся. Ставим поилочку, открываем и пошла гулянка. Кстати, я, возможно, оговорился. Название у нее Novital. Я, возможно, сказал Novital, но это не так. Novital. Производство Италия. Вот можно посчитать сколько. Ну, как минимум, трое индюков в каждую вот эту прореху засовывают голову. Ну, то есть, 9 вот таких, 9-10 крупных индюшат, полуторамесячных хайбридов, могут спокойно отсюда пить. Ну, у них такая ротация происходит. То есть, они меняются. Одни уходят, другие подходят. Ну, в общем, без воды не остается никто в результате. Потом она у них просто встает и не вызывает никакого интереса, когда они напьются все. Ну, сейчас как раз булькает. Идет активное поступление воды в поилку и в индюшат. Растут не по дням и на глазах. Это у нас вторая волна. Первая вот тут сидит. 8 штук осталось от предыдущих. Остальных мы распродали. Здесь 33, по-моему, второй волны. У них разница в месяц. Размер у них примерно уже с курицу-несушку какую-то. По форме, по мясу, если брать, это такая полноценная, полугодичная какая-нибудь курица-несушка. Им еще нет двух месяцев. Кормушка. На глаз мне попала кормушка. Если кто-то вдруг спросит, я с сопреждением уже. Кормушка тоже у нас приличная, 12-литровая, с металлическим стержнем. То есть, не пластиковый именно нужно брать, а металлический стержень с крючком. То есть, резьба, гаечки. Там регулируется высота подъема вот этой вот, как ее назвать, корзины. И, соответственно, высота корма в этом корыте. Регулируется. Что у нее еще? Ну, тут наша уже забота. Регулировка. То есть, она у нас подвешена на цепочке, на крюк наверху. И по мере подрастания индюшат мы кормушку все выше-выше поднимаем. Главное, чтобы она была у них выше уровня их сфинктера. Чтобы они не смогли сюда нагадить. То есть, клюв у них всегда выше, чем пятая точка. То есть, можно чуть выше всегда поднять. Но, чтобы они сюда не гадили, она должна быть выше, чем их пятая точка. Вот. Тоже засыпаем эти 12 литров. И хватает им. Ну, вот эта Аравия где-то на сутки пока хватает. Потом надо будет два раза в день насыпать. Потом, наверное, три. В общем, или вешать вторую рядышком. Вот ту, освободившись. У них точно такая же висит. То есть, вот такие вот объемы. Ну, а меньше, если вешать, то просто будешь бегать целыми днями сюда только, чтобы их подкармливать. Она висит, опять же, тоже плюс. Видите, что в нее не нагадить. В отличие от того, если ставить на землю, там, на кирпичи ее, даже на подставку какую-то. К тому же, если она пустеет, она становится легкой и птица ее может перевернуть там. Ну, в общем, кто держал птицу, тот все эти проблемы знает. А когда она подвешена, даже если ее там начнут толкать, пихать, она вот болтается, как боксерская груша. И потом останавливаться они всегда могут из нее поклевать. То есть, вот подвешенное состояние самое удачное, на мой взгляд. Поилку так не подвесишь, потому что из нее вода может плескаться. Ну, у нас вот такой вот напольный вариант. У нас это, это у нас уже отработанное все годами. Поэтому нас это полностью устраивает. Ну, и дюков тоже. Вот здесь вот большие у нас томятся в соседнем отсеке. А здесь мелочь пузатая. Сегодня гуляли их всех подряд в перемешку и больших и мелких. В общем, никаких особых таких склок не было. Замечены каких-то там унижений, дедовщины, скажем так. Все прошло прекрасно. И, в общем, сейчас будем прогуливать их совместно всегда. Вот ребята тут пьют, пользуясь случаем. Ну, видите, как все хорошо. И водичка всегда чистая, и индюки довольны.